Преступная халатность, помноженная на жадность. Это то, что повсеместно сейчас происходит в Карпатах. Уникальные леса массово пускают под топор, прикрываясь при этом санитарными вырубками. И несмотря на мораторий, контрабандой отправляют в Европу эшелоны ценной украинской древесины. Масштабы незаконных вырубок поражают, горные склоны лысеют. Ирина Баглай спустя год снова отправилась в Карпаты с ревизии. Вот рубали, рубали, вырубали 50 гектаров, а зимой еще он вырубал, еще здоровый лес вырубал. А там горстка лишилась, что изменилось. Как рубали, так и рубают. Тут рубают, а за этим городом все все срубали. Тут в Свитчевском лесничестве росли столетние ели. Сегодня сплошные пеньки. Рубят тут под видом санитарной чистки. Очень масштабно и очень цинично. Вот видите, один пень, другой, третий, четвертый, пятый, шестый, семий. И еще под этим хмизом тоже купат не уприховано. Галявина, сплошная рубка писла. Оставили для близира, вон сухонькие, сухие дерева, вон буки никому не потребны. Санитарные рубцы рубаются 10%, а ту вырубали, 10% оставили, а 90% вырубали. И таких нарушений только в Игоцком гослесходе десятки. Но в своем отчете международные аудиторы, которые весной проводили проверку, их почему-то не учли. Орест Балазюк тоже был среди инспекторов, как наблюдатель. Говорит, в документах не только умалчивали некоторые факты, но и искажали. Они взглянули в моей присутствии 10 лесосек, написали 22. В санитарно-здоровочных заходах вырубаются самые стыглы. Это санитарно-выборковые лесосеки, прохидные лесосеки. Наши проверщики декларуют, что все это правильно. Усомнившись в результатах проверки, активист Орест Балазюк обратился в компанию ESI, которая занимается аккредитацией аудиторов. Черновицкая область, а здесь активисты дежурят возле лесопосадок. Проводят рейды, чтобы зафиксировать то, чего не замечают контролирующие органы и местная власть. Несколько дней назад увидели машину, груженную бревнами. Но вот как раз документов, как правило, ни у водителей, ни у самих предпринимателей нет. Как и специальных чипов, которые они обязаны крепить на каждое срубленное дерево. Правда, активисты говорят, в последнее время черные лесорубы немного успокоились. Мы ездили уже не один раз в лес. И на тех местах, где раньше было, проезжали буквально через каждые 500-300 метров были вырубки. На данный момент уже сократилось, и даже наглядно видно, что это уже через 2-3 километра. Насанитарили. Именно так можно назвать то, что мы увидели в лесу возле села Ставчаны. Это уже Львовская область. Всего за несколько лет здесь спилили тысячи абсолютно здоровых дубов. И, конечно, все под видом санитарной вырубки. Этот лес – территория исследовательского института, который занимается сельским хозяйством. И одна из задач его сотрудников – ухаживать за деревьями. Но на самом деле они просто зарабатывают деньги, говорят активисты. Кубатура была занижена вдвече. Замять 2 тысяч кубов они реально вырубили 4 тысяч кубов. Это на средней цене 500 долларов, это на миллион долларов. Скромно. Миллион долларов за три года науковцы насанитарили тут так в лесу. Экологическая инспекция им присудила всего-навсего миллион гривен штраф. Если бы в прошлый раз были две. Вон та вырубка, которая была, а это вот, не знаю. Это село Гринькев. Год назад побывав тут в ответ на обращение активистов. Лидер оппозиции Юрий Бойко направил депутатский запрос во все структуры, чтобы обратить внимание на то, чего упорно не замечают чиновники. Вот это пейзаж, как в тайге после падения Тунгусского метеорита. Это старая вырубка прошлогодняя. И был депутатский запрос конкретно об этом селе, об этом месте, о том, чтобы прекратить и восстановить природу. Вот чем закончилось. Вот уже новая вырубка. Вот они новые деревья порубали. Вот дорога только расширилась. Когда трактором стаскивают, ну, вниз это. Прошлым летом мы пролетели над Карпатами, чтобы увидеть весь масштаб контрабандной вырубки леса. Спустя год сегодня мы пройдем снова в небе этим же маршрутом, чтобы понять, удалось ли победить черных лесорубов. Вот, пожалуйста, классический пример. Вырубили все, весь склон, спустили по дорогам. И внизу ждет техника. Это какая-то санитарная вырубка, если вырубили полностью весь склон. Этим летом наказание за незаконную рубку леса ужесточили, но не помогло. По данным британской организации Эстсайт, которая изучает проблему уничтожения лесов во всем мире, объем контрабанды за последний год вырос. Украина является главным поставщиком древесины в ЕС. Основные потребители – Польша, Чехия, Словакия, Румыния. И оттуда к нам незаконно вырубленные деревья вернутся дорогой мебелью. В миллиарде евро только официальный экспорт. 40% контрабанда. Вот 400 миллионов евро. Причем это не наша оценка, это оценка европейских экспертов. 400 миллионов евро – это вот цена вопроса за один год. Сравнивая прошлогоднее видео, хорошо видно, как густые леса сменяют лысые склоны. Видно, что масштабы только увеличились. Невозможно представить себе, что вот такие массовые вырубки проходят без ведома местных органов власти. Сами за себя говорят и эти данные. Это объемы вывоза лесозаготовок на экспорт. Слева – данные из Украины, справа – из Европы. И разница впечатляет. Оказывается, в Европу возится вдвое больше леса, чем подано по документам в Украине. Ирина Баглай, Галина Якушко, Жанна Дучак, Ольга Поломарюк. Подробности недели – телеканал Интер.